Украина, у тебя такой смешной язык, что ни слово, то прикол. Ну вот, например, слово «не за баром». Это где? Возле бара или перед баром? Не хвилюйся, в тебе теж є такі слова. А ну-ка! Ну а ось слово «сравни». Це як, срав чи ні? Шось, їв спалахуй мої спалахуйки? Эй, за монитором, ты нічо там не путаєш с Орёпинском и Крыжополем меня роднить? А попробуй-ка загуглить мои фотки, чтобы усомниться в моей родственной связи с их Мухосранском. Мухосранску мои дороги в мечтах не снились. А про несвойственные мне заброшенные заводы я вообще молчу. Да и сомневаюсь, что Мухосранску светит такой же ледовый дворец, как у меня. Папе на меня не всё равно, поэтому для жизни я вполне себе пригоден. Так что не суди о городе по его названию. Какого хутора близ диканьки? Я не протяну без мемасиков. Слушай, у меня твой ВК заблокирован. Ну бывает. У тебя вроде много чего заблокировано, значит опыт по обходу блокировки имеется, расскажи чё да как. По мне видно, что я торрент из рутрекера качаю. Скорее спор на лаба. Тихо ты. Ну а вообще ты обратился по адресу, смотри и учись, салага. Допустим, взяли и заблокировали твой любимый сайт. Доступ ограничен, 1984 и всё такое. Но блокировка эта действует только на твоей территории. Поэтому достаточно через всякие браузики и анонимоксы, предназначенные для подмены IP, выдать себя за другую страну. И вуаля! Так всё просто. А если эти самые подменники возьмут и заблокируют? Успокойся, это технически невозможно. Если те, кто всё подряд блокирует, такие бесполезные, зачем их вообще содержать? Сам не понимаю. А ты не боевичок ли часом? С плакатом, значит вооружённый. Да вы чего, ребят, я тоже Беларусь. За что? Ты в мою сторону посмотрел, я это воспринял как угрозу. В мою посмотрел. Он походу реально боевик. Ребят, вы нормальные вообще втроём на одного? Ай, меня-то за что? Здесь находишься, дубинки и шлема нет, значит боевик. Ловите его. Это ты тут что ли самый трэшовый? А то, у меня ямы строительные дорожным мусором заделываются, а сверху присыпаются землёй. Подумаешь, я на просёлочных асфальт прямо в грязь кидаю. У меня такой асфальт, что пожарные машины с кранами проваливаются. А слабо проституцию легализовать для пополнения бюджета. Я подумаю, а пока обезую врачей докладывать об отсутствии девственности у малолеток. Это тебе не спирт контрабандный по запаху находить. Я благодаря погоде таким курортом стал, что Венеция отдыхает, а про торнадо я вообще молчу. Попробуешь из меня свалить, молнии получишь. Питер! О, привет, Волгоград, с чем пожаловал? С автобусами, которые ты мне впарил и которые постоянно ломаются, как девочки на первом свидании. То двигатели глохнут, то колёса взрываются. Ты ведь сам говорил, что маршрутки у тебя жесть и надо от них избавляться. Да, но твои автобусы что-то не оправдывают свою альтернативность. У меня под боком Волжский нормальные делает, лучше бы ему доверил свои улицы. Но их так-то Липецк штампует, к нему все вопросы. Липецк их умеет штамповать, а ты как будто собственноручно дефекты создаёшь. Ещё и персонал такой набираешь, как будто жаждешь негатива в свой адрес. Да, негатива хватает, но ты же сам закрыл глаза на испорченную репутацию. И кого в данной ситуации винить? Вот скажи мне, Турция, зачем нам ссориться? С тобой дружить ведь так выгодно. У тебя овощи закупить обходится дешевле, чем мне вырастить самому. И одежду, которую на рынке продаю, у тебя беру. Таможня правда жадная нынче, но выгода всё равно заметна. Ну вот, а то втираешь мне всякие несоответствия к каким-то нормам и всё такое. Нет бы прямо сказать, что из-за самолёта не пускаешь на свой рынок. Ну политика она такая, помирились же. Ну да, как только помирились, так сразу всё всему начало соответствовать. Совпадение? Совпадение, совпадение. И как это понимать? Крым наш, но у меня отдыхать к нему ломишься за ул инклюзивом. Крым, ну я же не виноват, что у него отдохнуть дешевле стоит. Украина, ты день победы 8 мая вместо 9 мне назло отмечаешь, лишь бы не как у меня? У меня на момент подписания капитуляции так-то ещё 8 мая было, и я скандирую никогда снова, в то время как ты можем повторить. Ты точно за мир? Я тоже был в составе одержавшего победу Союза, которого уже нет, но ты все его достижения присваиваешь себе. Так я правоприемник СССР. Ты свой суверенитет провозгласил раньше меня, с какого перепуга ты правоприемник? От самого себя выходит независимость празднуешь. Ну а кто тогда, если не я? А кто последний, тот и правоприемник. Так я получается. Да где же он? Эх, вот он родненький. Вы точно уверены, что я должен вас пропустить? Вы вроде как под санкциями в непризнанных недогосударствах и всё такое. Каких ещё непризнанных? Вы что-то путаете. Да, мы Луганский, Донецк, украинские города. Да ладно, пропусти. Если, конечно, ребятки осознают, что плохо вели себя. Осознают и раскаиваются. Только что насчёт особого статуса? Обойдётесь. Годится. Вроде моей выгоды нет, но почему-то всё равно рад за него. Ой, ну получил без виз. Это ещё ничего не значит. Никто его там не ждёт. Да завали ты уже, надоел. Добро пожаловать в музей мемасиков. Это наша самая продвинутая культура. У каждого из них своё значение и история происхождения. Например, вот этот используют, когда... Заспокойся, кума. Я всё это знаю. Мне не треба ничего пояснивати. Не понял. Украина? Чё за прикид? У меня ж блокировки, а душа хочет мемасиков. Вот и выдаю себя за другую страну через всякие ВПНы. Я ведь отправлял тебе гуманитарку с мемасиками. Да, но они забаянились быстро. Что ж ты их так расходуешь нерационально? ДНР, там войска украинские пошли в наступление. Они страх что ли потеряли? Там полным-полно тяжёлой техники с артиллерией. В том-то и дело, что они пропали ни с того ни с сего. Чё? Россия, как это понимать? Где твои их там неты? Извините, ребят, но я их вывел. Так что их там нет теперь в буквальном смысле. Украина уже сната, и я не могу так своей задницей рисковать. А вам всего доброго и хорошего настроения. Гааги, привет. Зрада, зрадная. Ку-ку, ёпта. Россия, чем тебе мои хрущёвки не угодили, что ты их так просто сносить собираешься? Ну извини, Москва, натура у меня такая. Всё время хочется у кого-то что-то отжать, а у соседей уже опасно. Вот и берусь за своих. Ну вернул в кавычках Крым, возвращал бы и Аляску. Нет, и чё, Америка отпор может дать, плюс во, он влияние имеет, мне лишние проблемы не нужны. А как же право на частную собственность? Какое право? Конституция же под запретом. Но право хранить молчание так уж и быть оставлю. То есть деньги, которые уже уплачены за капремонт, ты мне не вернёшь? Ну я ж говорю, натура. Да ладно, с программой доступное жильё я обделался, а минус на минус даёт плюс. Ну офигеть теперь. Ты ведь так радовался, когда я вернул в кавычках Крым, привыкай. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мне к Литве пора на сходняк. Ну и? Я всё-таки в Европу. Что ж, это твой выбор, суверенный уже, чтоб самому решать. А ты точно мешать не будешь? Брат, я сделал такой большой вклад в мирный исход оранжевой революции тем, что не лез в неё. Сделаю так же и в этот раз. Будапештский меморандум ведь никто не отменял. Ну в таком случае я не буду выселять твой флот. Мы с тобой так дружили и дальше будем. Географически-то я никуда не денусь. Это верно, только договор о зоне свободной торговли всё-таки придётся расторгнуть. Нет проблем. Ну а ты назад в СССР собираешься? Да, такой же тотальный контроль сажать за непонравившиеся высказывания. В общем, всё как тогда, только без бесплатных квартир, образования и медицины. Ну шо, ВК-одноклассники заблокированы, Фейсбук вещь хорошая, но своя соцсеть не помешала бы. Чем я хуже? Ну вот, нормальная альтернатива и по названию видно, что моё. Ща регнемся и нормально всё будет. Так, фоточку. Эм, ВК поделиться? Ну это ладно, чё сообщения с друзьями и всем остальным заблокированы? Чего? 300 тысяч пользователей должно зарегистрироваться, чтобы она заработала? Я сейчас общения с мемасиками хочу. Но больше, конечно, мемасиков, так что сообщения можно не запускать. Короче. Россия, ты метишь на чемпиона мира по отжиманиям? Крым, да сколько можно? Ты же сам скандировал моё имя и радовался возвращению в родную гавань. Да я не про это и уже смирился с тем, что взятые в украинских банках кредиты мне всё равно надо возвращать. Но я верну, если работа будет. Значит, ты про мой генеральный план. И чем он тебя не устраивает? Да уж не знаю, чем может не устраивать отжим у собственников земельных участков с домами. Крымушка, ну это же для нужд моей армии. Знаю я твои нужды. А чё ты наезжаешь? Понасталил своих самостроев в природоохранных зонах, а меня крайним делаешь. Только при тебе эти зоны и стали природоохранными. Давно ты природу полюбил, что так охраняешь её. А раз так любишь, чего виноградники под застройки уничтожаешь? Ещё и вина с выдержкой пару веков по дешёвке списываешь. У меня это нормальное явление. Ты теперь мой, так что изволь жить по моим правилам. Тут уже плакать надо. Блин, хорошо, что я золото скифов тебе отдал. Пссс, Харьков. Привет, Белгород, товар принёс? Принёс, деньги покажи. Да пожалуйста. Вау, сколько ноликов. Миллиард, как и просил, товар покажи. Вот все шаблоны мемасиков, которые тебе нужны. Отлично, на чёрном рынке мемасики сейчас очень востребованы, а с шаблонами нормально озолочусь. Будут ещё шаблоны, заходи. Всем оставаться на местах, работает СБУ. Что тут у нас, незаконный оборот мемасиков? Обломись, начальник, пока на шаблон надпись не нанесут, он мемасиком не является, так что тебе нечего предъявить. Есть. Ты шаблоны эти за вышедшие из оборота купона карбованцы купил, так что за мошенничество придётся ответить. Вышедшие из оборота? Я ни при чём, это всё суммы с Черниговым. Мы уже здесь. Купоны можешь оставить себе на адвоката, они всё равно теперь бесполезные. Как это бесполезные? Я в девяностых подтирался такими. Ну да, в туалет приспечат, бумаги нет, а тут купон очень кстати. Ностальгия! Ты всё-таки к ним захотел? Ну тогда я тебе газ перекрою, ни у тебя, ни у них газа не будет. Перекрывай. Не понял? Ты столько лет пел мне свою перекрою, что альтернатива сама меня нашла. Так что ну его нафиг продлевать с тобой контракт. Когда он закончится, я успею соединиться газопроводом с Норвегией. А потом мне газку поддать сможет и другим соседям. Переходим на американский сланцевый, так что конец твоему газовому доминированию. Ты сам меня к этому подтолкнул, так что не надо упрекать в предательстве, напоминаю, что мы братья. Давайте катитесь под стилки западные, а у меня уже другой партнёр есть, более дружественный и более выгодный, да, Китай? Ам, видишь ли, у меня своё месторождение наслось, так что твой газ да по твоей цене мне без надобности. Можешь сворачивать свою силу Сибири. Попадос, даже новые поборы не помогут. Подожди, могу тебе саму Сибирь продать. А и сё? Нет, только не Крым, я слишком дорого заплатил за него. Привет, Омск, я вечеринку устраиваю, придёшь? А, нет, Магадан, у меня дел полно, мне дорогами заниматься надо. Эй, Самара, айда ко мне на вечеринку. Ой, извини, Магадан, в другой раз как-нибудь. Привет, Иванова, отвали, ты ничего не докажешь. Эй, Магадан, ты чего приуныл? Я вечеринку устраиваю, но никто не хочет на неё идти. Не переживай, щас мигом всё организуем. Уж это я умею. Принимай гостей, Магадан. Магадан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин